добрый вечер дорогие друзья очень рада вас приветствовать на моем канале и у нас с вами продолжается что винная тема вот вам привет от и от винда с ежемалиной видите очень бурно все это у нас там бродит зреет вот резиновое изделие увы не выдержала и сорвала так что я вот закрепила все теперь здесь перчаткой вот резиночка сделал небольшую иголочка дырочку как это я делаю вот и у меня зреет малина а сегодня друзья мы с вами продолжаем винную тему и делаем и сегодня с вами вино и смородины очень вкусное вино очень полезное потому что сама по себе ягода смородина она для организма очень очень даже полезные ну я думаю что все мы знаем комплекс витаминов которые в ней содержатся в том числе огромное количество витамина c что является профилактика простудных заболеваний и поэтому и поэтому сами понимать что такое вино смородина она очень очень полезная также тем она полезна что смородине очень много пектинов а это пектин который они как раз укрепляет сердечно-сосудистую систему профилактика всевозможных заболеваний вот если мы будем потому что нету только варенье есть да почему бы не сделать например смородного вина я его делаю каждый год и очень успешным и вот так уж понемножку при случае мы также но у нас все это выпивается потому что делаю я не так много каждого вина делаю по 5 по 6 по 7 литров я оставлю в емкости а выход естественно еще меньше где-то на литра полтора получается меньше если вы сейчас я поставлю 6 литровые вот у меня 7 литровый такая бутыль вот и друзья я сейчас ее заквашу то здесь выйдет и у меня где-то на полтора литра меньше потому что во первых не до конца мы по кличке закрыта закладываем потом уйдет джома от ягод и вот так получится где-то литров 5 вот так вот вина вот поэтому смородина смородина она содержит очень большое количество пектинов а пектины они как раз убивают яды всякие всевозможные в организме вредные вещества вот который попадает токсины в организм у нас и очень хорошо смородина я вот за что ее люблю то что она именно профилактика значит камней желчнокаменной болезни даже рекомендуется смородину в чистом виде где-то грамм по 50 каждый день кушать сезон ну мы конечно живут и я даже сама иногда забываю это делать поэтому вот если мы с вами друзья мои поставим такое венцо то будет прекрасной профилактикой всего того что я сказала в том числе даже друзья и онкозаболеваний поэтому смородина это очень хорошая вещь и в том числе и в вине кому конечно можно по состоянии здоровья так что начнем друзья разговор разговорами но начнем с делать вкусное полезное вино значит смотрите у меня есть на сегодняшний момент кило 700 нужно если вы на 10 литровую бутыль будете делать нужно будет 2 килограмма я вот у меня 7 литровый кило 700 ягод и если я кладу на 10 литровый бутыль 3 килограмма сахара но многие мои знакомые говорят лишнего ну можно поменьше положите два с половиной два килограмма и но потом когда вы будете его цедить процедите обязательно его попробуйте через месяц когда он у вас устоится упадет перчатка то вы его попробуйте когда процедите если вам покажется кисловатые то самое время добавить сахарку там например 300 грамм 200 грамм нужно поэтапно добавлять чтобы этот процесс настойки брожения он как бы продолжался еще итак друзья начинаем вот эту смородину которую меня есть на сегодняшний день вот она необходимо ну то что ее не надо мыть я уже говорила то есть если кто смотрит мой канал друзья я всех вас приглашаю смотреть мой канал потому что очень много будет полезных видео именно сезонных видео очень много в данном случае вот сегодня мы с вами заготавливаем ягоды смотрите смородину и любую другую я буду никогда никогда не нельзя мыть потому что на ней как бы на самой смородине бактерии вот эти вот которые как раз и создают процесс брожения а если достиг вы вымоете низкий кодок что там останется останется одна и бродить конечно это не будет вы можете продукт просто испортить поэтому смородину не моем это ясно смородину и я не кладу целую объясняю почему потому что смородина очень у нее очень такая вот плотный к журочкой и поэтому вот ему конечно же я разные делали рецепты и клал целый смородину и вот и размолачивала ну как бы и разбивала мяло лучше всего ее перемять смородину и этот это ускорит процессори созревания вина и все то что есть полезное оно все выйдет как раз в воду и вот этот жом в этом жоми не останется практически все полезные вещества войдут и ну вино поэтому я рекомендую вам обязательно смородину помять я буду это делать сейчас погружным блендером друзья мои разобью и прогружным блендером у кого нет погружного блендера можно и рукой помять в конце концов можно толкушка какой-то помять можно пропустить через массоровку через любую машину комбайн который у вас есть который как раз вот это все вам поможет сделать и так друзья я сейчас займусь тем чтобы начну разбивать смородину я всю смородину измельчила погружным блендером очень удобно и конечно вещь прогружной блендер у кого нет обязательно приобретите стоит он недорого порядка тысячи полторы зависит от мощности но вещь очень нужный для нас для для тех у кого вот как раз и особенно ягоды я даже делаю пастилу вот размолачиваю как раз яблочный пастилу делаю при помощи блендера очень мне нравится так что друзья мои все сюда я сейчас добавлю 2 литра воды воду друзья мои добавляем сырую у меня она через фильтр я пропускаю через фильтр но если у вас хорошая чистая вода как бы который вы пьете то можете ее то воду можно и прям просто из-под крана кипятить воду ни в коем случае нельзя и так мы размешиваем вот эту нас эту массу я даже теплой водички налила пропустил теплую воду и сюда на это количество смородины мы добавляем 2 килограмма сахара вот на 7 литровую бутыль я кладу 2 килограмма сахара можно сколько смородины столько сахара но друзья мои дело в том что смородина на очень кислая имейте эту ввиду вы сами знаете что она кисловатая и я кладу 2 и вот когда я делаю вино я редко когда таких малиновый часто я делаю потому что очень сильно процесс брожения очень такой бурный поэтому я кладу этапно так вот крепкий смородина очень кислая ягода поэтому я кладу 2 и когда буду процеживать как я уже вам сказала то я буду конечно пробовать если мне кажется кисловато то я добавлю 2 килограмм будет самое нормальное лишнее тоже не надо чтобы не было вино приторно и так для чего я вот так делаю чтобы размешать сахар вот в этой массе чтобы нам было очень нам чтобы нам было легко в бутыль как раз вот все это поместить потом слить в бутыль для этого я размешиваю вот в воде и смородине как бы вот такой вот у меня подход если вы просто высыпьте бутыль я потому что знаю что некоторые так делают потом знаете огромное количество времени что не очень есть удобно вот трясти вот извините меня 7 литровый снег так как я болтыхаю я там это на пятилитровый вот бутыль еще можно там чего-то но уже семи десяти литровый можно расколоть поэтому я вот из практики это не то что я где-то это я сама вот так вот решила и считаю что это правильно и вот такой вот момент чтобы растворять сахар если частично не раствориться мы же с вами еще будем добавлять воду если немножко у меня на дне останется сахарок то я добавлю в кастрюлю воду тоже так же до растворю и вылью в бутыль так сейчас наша задача вот эту массу вывести бутыль у меня вот есть такие вот 2 1 как раз с узким горлом чтоб подходила а наверх я кладу чтобы пошире две вот таких вороночки они как раз ускоряет вот этот весь процесс заполнения вот прямо сейчас через верх кастрюли я все друзья мои вылью и так как я говорила часть у меня там даже варенье осталось сахарочку так я размешиваю и сейчас заполню по плечике вот так вот по плечике и так друзья вот я запомнила как раз все готово и одеваем вот перчатку вот такая вот в перчатке сейчас вот в одном из пальчика я сделаю иголочка дырочку вот и это будет все стоять пока ты будет стоять вот у меня на виду я все это будет вот так как бы так потряхивать иногда потому что сейчас же урус посмите на них сейчас начнется процесс брожения жом поднимется наверх когда же он будет наверху наша задача чтобы он не заплесневел и мы его как бы вот так вот иногда будем вот с вами вот так вот омывать этой водичкой он будет перебултыхиваться вот ну сахар весь растворился что хорошо одни сахара нет это прекрасно и уже вот это вот как говорят на вот это вот такой бадью извините это очень все сложно и небезопасно скажем так и так все готово стоит наше вино назревает ровно месяц через месяц друзья мои через месяц мы с вами его процедим но если вот в данном случае если как я перри вот ее перри значит молотила вот эту смородину то в течение месяца конечно прибройки если вы целую положить смородинку это будет подольше поэтому смотрите как определить то есть вот это вот перчатка на начнет когда начнет вот он процесс брожения на станет раздуется даже если вы здесь вот резиночкой не закрепите она даже может и срывать и и даже нужно на запасе нет всегда перчатку может даже порвать перчик потому что здесь вот сладкое как бы если вы вину будете вот так болтыхать она сладкая она прям намертво здесь вот перчатку вас как бы сядет за закрепиться сладким сиропом и может порвать перчатку силе если сильно вы не делаете если это обязательно сделайте небольшую дырочку вот и нужно всегда на запас иметь такую перчатку вот о чем я хотел сказать и вы увидите что перчатка у вас упадет уже процессов такого бурления там не будет значит пора вот избавляться от жома его сливать сливать можно через трубочку можно просто процедить через дуршлаг а потом через марлю это уже вы сами значит как у вас там как вы сами захотите я вот например пользуюсь трубочкой ниже уровня ставлю значит емкость ниже уровня самой бутыли и через трубочку все это спускаю очень очень удобно и быстро и ставится только немножко если жом я пропускаю уже через через марлю вот вы пропустите первый раз потом наденете опять перчатку если хотите чтобы еще больше крепче стал вину можно добавить грамм 100 сахара 50 100 грамм вот если вы уже как бы вот не захотите он и так будет в общем-то уже процесс выражения будет еще продолжаться и смотрите на дне будет вот осадок и этот осадок его нужно будет постоянно вино снимать с осадка чтобы он не был горьким вот так что средите это нужно делать с каждым вином не то что утра сняли и забыли нет нужно вот постоянно она будет светлое светлые и там на дне будет осадок и вы этот осадок все время убирать убирать с осадка и она будет просто ну просто вот прозрачным прозрачным вино и очень очень вкусным друзья мои я вас уверяю пробуйте пользуйтесь моим рецептом это вино кроме того что она вкусная как я уже сказала она очень и очень полезная поэтому то что мы с вами кушаем пьем кроме того что получаем удовольствие от этого всего друзья мои мы всегда должны помнить что оно должно быть для нас полезным любая еда любое как бы напитки люб все что у нас есть должно приносить организму пользу вот особенно с возрастом друзья мои когда мы становимся уже более уязвимы мы должны поддерживать свой организм именно полезными продуктами питания в частности например вот одно из полезных является тоже в том числе и домашнее вино вот уже крепкие напитки с возрастом употреблять как бы здоровье не позволяет а винцо вот такой приготовлены просто чудесный напиток друзья на при встрече с друзьями на любой праздник так что друзья мои я вас всех приглашаю на мой канал подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии я буду очень рада всем ответить кому если вдруг потом у меня там можете мне писать вконтакте на фейсбук то есть я как бы доступно у меня там на канале есть везде где я зарегистрирована всех сайтах в одноклассниках так что друзья мои все вам крепко в здоровье прежде всего вот успехов ваших садов огородных делах ну и конечно же хорошего настроения оптимистичного хорошего настроения несмотря ни на что потому что это как раз наш оптимизм дает там силы жить радоваться и все у нас с вами будет хорошо до будущих встреч друзья мы с вами винную тему продолжаем поэтому кому интересно следите на моем канале будет очень хорошая из из вишни прекрасная наливочка друзья мои так что приглашаю и жду вас конечно всего вам доброго пока а